Бог желает делать экстраординарные вещи через ординарных людей. Давайте разберем историю из четвертой главы книги «Исход». Это история о Моисее. Кто из вас знаком с Моисеем? Он удивительный персонаж, но у него были недостатки. Если бы вы находились с ним в одной комнате, то, скорее всего, не выбрали бы его. Но Бог использовал его для экстраординарных дел. И сегодня мы поговорим о том, как быть таковым. Если можете, то зайдите в Инстаграм и сделайте фото с хэштегом «Экстраординарный». Давайте сделаем это трендом. Ну, на ближайший месяц хотя бы. Вы можете сфотографировать себя или своего друга с этим хэштегом. Я разрешаю вам делать это даже во время служения. Но вы должны только запустить фото, а не проверять ленту. Ну, ладно. Давайте перейдем к теме. «И отвечал Моисей и сказал». Сказано там. «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего?» Извечный вопрос. «А если мне не поверят?» «А если они не поверят мне и не послушаются меня?» Разве не с этим вопросом? Мы ложимся спать и встаем постоянно, когда хотим достичь жителей нашего города. Мы говорим, «Бог поставил нас в этом месте, чтобы делать добрые дела». И вы тоже можете стать частью этого. Но многие из нас не идут к людям, потому что задаются вопросом. «А если мне не поверят?» «А если они не поверят моим словам?» А вот что «если мне не поверят?» Но дело не только в вас. Давайте дальше смотреть на историю о Моисее. Они скажут, «Не явился тебе Господь». Иными словами, ты лжешь. Бог ничего тебе не говорил. Бог не просил тебя приглашать меня в церковь. Бог не говорил тебе такого. Бог хочет сделать нечто экстраординарное. Но что, если они вас не послушают и скажут, «А Бог не являлся тебе?» Многих из нас называют сумасшедшими. Я знаю, что когда вы приглашаете людей в церковь, они приводят вам 99 причин, почему им нужно быть в другом месте. Жизнь часто заставляет нас быть в другом месте. И люди думают, что вы сумасшедший. Если вы присоединились к чему-то новому и меняющему жизнь. «Но мне нравится ответ Бога». И сказал ему Господь, «А что это в руке у тебя?» Я не спрашиваю, что ты такое говоришь. Я спрашиваю, что у тебя в руке. Это очень важный момент в этом диалоге. Во-первых, Моисей имел прекрасную возможность говорить с Богом лицом к лицу. Многие из нас имеют эту привилегию и сегодня. Бог желает говорить с вами лицом к лицу. Но многим из нас сложно поверить в то, что Бог хочет с нами говорить. Бог действительно очень сильно желает говорить с вами, «Несмотря на то, в каком вы сейчас состоянии». И это правда. Но вы не знаете, что я сделал. Неважно. Вы все равно его ребенок. И он желает говорить с вами в любых обстоятельствах и любом состоянии. «Так что же у тебя в руке твоей?» Он отвечал, «Жезл». «Что у тебя в руке?» «Жезл». Господь потом сказал, «Брось его на землю». «Ой, если бы у меня было время учить об этом большее». В другой раз? Но не сегодня. Сегодня, по крайней мере, не об этом. Кстати, 6 июня начнутся собрания по средам. «Среды возвращаются». Это будет время со Святым Духом. Если вы хотите переживать силу Божию, то добро пожаловать на эти встречи. Господь сказал, «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и Жезл превратился в змею. И Моисей побежал от нее. «Как мне нравится этот Моисей». Меня не волнует, что это сделал Бог. «Ох, это все равно змея». Мне так нравятся эти истории. Вчера в мой дом заползла змея. Какая это была змея? Ну, просто змея. Я видел фотографию, которую выставил Дэвид с надписью. Вот что меня ожидало. Какая это была змея? Ну, какая разница? Это просто была змея. И поэтому я убежал. Если вы берете этих существ в руки, то пусть Бог вас благословит. Бог привел вас сюда ради меня. Итак, Моисей убежал. И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою и возьми змею за хвост». Он простер руку свою и взял ее. «И змея стала жезлом в руке его». «Что у тебя в руке?» «Жезл!» «Брось его на землю». Он превратился в змею. «А теперь возьми ее». И она снова превратилась в жезл. Хорошо. Пятый стих. «Зачем он это сделал?» Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Все это произошло ради одной цели, чтобы они поверили, что тебе явился Господь. И у меня вопрос. А что у вас в руке? Это был обычный или ординарный жезл, который Моисей носил с собой. Давайте дадим определение слову «ординарный». Без особых качеств или интересов. Обычный такой, не исключительный, то есть это вещь, не вызывающая особого интереса. Она просто есть. И многие из вас чувствуют себя именно так. Я обычный, ординарный человек. Но давайте дадим определение необычному или экстраординарному. Экстраординарный. Выше обычного ординарного, нормального или привычного. Да, вы обычный человек, но когда вы добавляете Святого Духа, то становитесь экстраординарным. Ладно, скажу это на церковном языке. Когда вы добавляете Святого Духа, ваше естественное становится сверхъестественным. Послушайте, да, вы обычные. Вы всего лишь плоть и кровь, и я тоже. Во мне нет ничего особенного. Особенно это подтверждает моя игра в баскетбол. Если вы следите за мной в соцсетях, то знаете, что у меня был лишь один хороший бросок за все это время. Один, и все. Слава Богу. Дочь успела его записать. А остальное? Ну, это уж дело вашего воображения. О, пастор, какая игра! Нет, это всего лишь один бросок, единственный. Послушайте цитату духовного лидера 17 века. Очень интересное высказывание. Но прежде посмотрите на своего соседа и скажите ему «обычный». Итак, этот человек сказал, истинное призвание христианина не делать экстраординарные вещи, а делать обычные вещи экстраординарным образом. «Мы делаем обычные вещи». Какие? Мы просто живем. Мне нравится выражение «проповедуйте всегда», а иногда и словами. «Я просто живу». «Я просто проживаю свою жизнь». «Я делаю обычные вещи», но они становятся необычными, когда я делаю их экстраординарным образом. Я все время разговариваю. «Да, это так, но я делаю это экстраординарно, потому что говорю об экстраординарном Боге». Тоже можно сказать и о вашей жизни. Возможно, вы служите в какой-то сфере и думаете, что в этом нет ничего особенного. Нет. Вы делаете это экстраординарным образом. У нас не просто обычная церковь. Кое-что хочу разъяснить. Многим из вас я отправляю сообщения со словами «Люблю вас сильно», и вы думаете, что я такой хороший. Но на самом деле я люблю вас, потому что верю в Бога. Еще хочу сказать, что эта церковь будет экстраординарной. Мы привыкли к маленьким собраниям. Я говорю о трех тысячах человек каждое воскресенье. К концу этого года вы увидите 700 новых людей. Это произойдет. А почему? Потому что я верю в экстраординарного Бога, который желает делать что-то экстраординарное. И не просто ради цифр, а потому что мы живем в погибающем мире, которому нужно услышать, что Бог любит их, несмотря ни на что. Чем больше людей мы будем приводить сюда, тем больше людей и будут исцеляться силой Святого Духа. Они будут наполняться Духом Святым. Аминь. Это экстраординарное место. Если вам неловко и страшно, то простите. Если вы хотите жить в маленьком мирке, то это не то место. У этого дома есть свое призвание. Люди приходят сюда каждое воскресенье, ожидая пережить Божие прикосновения. И они не должны приходить одни. Не так ли? Бог этого желает. Конечно. Но у нас есть возможность быть с партнерами в этом чуде. Аминь. Не пренебрегайте малым началом. Многие из нас чувствуют себя так, как Моисей в той истории я сказал. мы хотим видеть три тысячи человек, по полторы тысячи на каждом собрании. А потом нас будет еще больше. И это лишь краткосрочное видение на ближайшие три года. Не заставляйте мне рассказывать, что будет потом, через пять или семь лет. Это лишь краткосрочное видение. Но многие из нас чувствуют себя так же, как Моисей. А почему? Мы слышим Божий призыв, но чувствуем ограничения на своей жизни. Когда я говорил, многие думали, да, мы должны быть такой церковью. Но затем вы стали оглядываться по сторонам. Я лишь сажаю семена, а выращивает их Бог. Бог растит эти семена. Я лишь посадил семена в ваших сердцах, а вот Бог их будет выращивать. Итак, какие же ограничения мы чувствуем? Прежде всего, номер один. Я недостаточно хорош. Бог, ты не сможешь ничего сделать со мной, потому что я, ну, вообще-то недостаточно хорош. И это правда. Вы недостаточно хороши. Вначале я рассказывал вам о нашей команде бегунов. Все вокруг думали, что мы недостаточно хороши для этого, но слава Богу за наших капитанов, которые верили в себя. Бог, я недостаточно хорош, и у меня ничего не выйдет. Когда пастор рассказывал мне о своем видении, у меня сразу же возникла мысль, что вот я лично недостаточно хорош. И следующее заявление. У меня недостаточно денег. Бог, ты попросил меня об этом, но разве ты не видишь, что в моих руках? У меня недостаточно денег, чтобы сделать то, к чему ты меня призываешь. Бог говорит вам купить дом. А у меня недостаточно денег. Бог говорит вам посеять. Денег нет, Бог. Бог посылает вас на миссию. А денег-то у меня нет. Так мы ограничиваем Бога. И следующая отговорка. Я вырос не в том месте, я часто говорю Богу. Поверить не могу, что ты используешь парня из Ленокса. Я не могу в это поверить, потому что место моего рождения говорит мне, что у меня не должно было получиться. Кстати, год за годом я наблюдал за тем, как мои друзья уходили из жизни или обретали какую-то зависимость из-за того, где они жили и как они это делали. А вот еще одна очевидная отговорка. у меня не тот цвет кожи. Не нужно чувствовать неловкость, все в порядке. У меня вот не тот цвет кожи. Ребята, будьте честными с собой. Атмосфера, в которой мы живем, увековечила эту мысль. Но я рад, что в нашей церкви есть белые, черные, такие же, как я, и не нужно смущаться, есть азиаты, китайцы, латиноамериканцы. Оглянитесь по сторонам. У нас такое разнообразие. Просто цветник какой-то. Мы можем доказать миру, что неважно, какой у вас цвет кожи. Неважно, какой вы национальности. Ну, воскликните, кто-нибудь от радости. Бог будет вас использовать. Посмотрите по сторонам. Это ведь полное безумие. Вы знаете, что когда меня поставили пастором в этом кампусе, то ходили слухи, что всем белым придется уйти отсюда. Да, так говорили в свое время, но, слава Богу, что-то изменилось в нашем мышлении. Спасибо, что довели меня до слез. Больше так не делайте. Это правда. Можно поговорить с вами на чистоту? В детстве я просил Бога сделать меня белым, потому что мне казалось, что так меня будут лучше принимать. или я смогу достичь большего, а это ложь. А некоторые из находящихся здесь думают, ох, было бы круто, если бы я был черным. Нет, это неправда. Солнце все равно обжигает нас, и не все из нас умеют танцевать. не все из нас умеют читать рэп. Вы понимаете, да? Не сердитесь на меня за такие слова. Я просто уверен, что не все латиноамериканцы умеют танцевать. Аминь. Но дело не в цвете кожи. Идем далее. У меня не то образование. Когда пастор пригласил меня сюда, я сказал, я не сразу закончил колледж, а вы просите меня помогать в школе? Это безумие. Люди с докторской степенью. отчитываются передо мной? Хотя у меня нет нужного образования. Многие из вас считают, что у вас нет необходимого образования для того места, которое вы сейчас занимаете. И вы соглашаетесь на то, где вы сейчас, но это ограничение. Кто-то однажды сказал мне, у меня подходящее образование. Это так забавно. Я никогда еще такого не слышал. Ага, мне тоже смешно. Но вы понимаете, что Бог может взять вот это недостаточное образование и сказать, что его, понимаете ли, достаточно. И вот мы приходим к Богу и говорим, это мои ограничения. Мы даже молимся Богу в свете наших ограничений. Мы взываем к Богу. Но если вы прислушаетесь к своим молитвам, то заметите, что они основаны на ваших ограничениях. Но вы можете быть экстраординарным, выше обычного, выше привычного. Все эти вещи, о которых мы говорили, это вполне реальные ограничения. Они реальны. Вы недостаточно хороши. У вас недостаточно денег. Вы выросли не в том месте. Возможно, у вас не тот цвет кожи и не то образование. И многие из нас соглашаются на посредственную жизнь, но мы призваны не к этому. Мы призваны не к этому. Послушайте, что сказал Иисус в Евангелии от Иоанна 10 главе 10 стихе. «Я пришел, чтобы вы имели настоящую и вечную жизнь, больше и лучше, чем могли мечтать. Мне это совсем не кажется обычным или посредственным. Это совсем не кажется ординарным. Это совсем не кажется обыденным. Это звучит как жизнь на совершенно новом уровне. Посмотрите на своего соседа и скажите ему, «Держись!» Бог желает перевести вас на совершенно новый уровень. Я постоянно говорю это людям. Я говорю, «Будьте готовы», потому что мы переходим на новый уровень. «Я хотел принести сегодня свой телефон, чтобы сделать фото этого собрания. И когда Бог сделает то, что Он сказал, я мог бы вам напомнить, где мы были. Помните, как вы не были уверены в том, что из этого что-то получится? Нас тогда было человек 200, ну, 210, может быть, но сейчас вам приходится приходить пораньше, чтобы найти место. Если вы любите опаздывать, лучше начните приходить пораньше. Это наше видение. Если у вас есть студенты, и они еще не в нашей школе, то поспешите записать их, потому что скоро у нас будет лист ожидания. Записывайтесь в футбольную команду уже сейчас, а то... Друзья, если вы не верите, что Бог может это сделать, и смотрите на Него только в свете своих ограничений, то так вы ограничиваете Бога. Жизнь с избытком. Лучшая жизнь. Ладно, вернемся к истории о Моисее. Если придете домой, то прочитайте эту историю. В третьей главе Моисея несколько раз спрашивает, «Как люди узнают, что ты послал меня?» Он несколько раз спрашивает об этом, и Бог дает ему четкие указания. Именно в этой главе написано, «Скажи им, что я есть». Именно здесь Бог начинает открывать Моисею свое настоящее имя. Он говорит ему, «Скажи, что тебя послал Яхве, просто назови им мое имя». И они поймут, что тебя послал я. Но в четвертой главе мы видим, как Моисей снова задает этот вопрос, «Как они поймут, что ты послал меня». Когда Бог открыл ему свое имя, Моисей перевел свой взгляд с безграничного Бога на ограниченного себя. Многим из вас Бог открывал великие вещи и призывал делать их, но после того, как Бог сказал вам это, вы отвели свой взор с безграничного Бога и посмотрели на ограниченного себя. И вы возвращаетесь и произносите одну и ту же молитву, на которую Бог уже ответил. Надеюсь, вы чему-то учитесь сегодня, услышав эту историю. Скажите своему соседу, «Просто сделай это». Бог подталкивает вас к тому, чтобы вы стали лучшей версией себя. Бог желает сделать на земле очень многое и для этого хочет использовать вас такого ординарного, чтобы сделать что-то экстра ординарное. Я постоянно говорю людям, «Я не такой уж и умный. Я не такой уж умный, но я работаю с тем, что у меня есть. Я отдаю это в руки Божии». Вот и вы. Отдайте себя Богу. Аминь. Вот вам еще одно утверждение. У нас есть тенденция смотреть на Божьи обетования через наши слабости, но его обетования были даны несмотря на наши слабости. Вы думаете, он не знает о ваших слабых местах? Я постоянно говорю лидерам, работайте с вашими слабостями, работайте с ними. Бог знал о ваших слабостях, поэтому дал вам возможность сделать то, что вам нужно сделать. Бог спросил Моисея, «Что у тебя в руке?» И Моисей ответил «Жезл». Скорее всего, из-за рода своей деятельности Моисей все время ходил с тем жезлом. Он все время был у него в руках. Это посох или палка. Я всегда представляю Моисея крутым. Моисей все время ходил с этим посохом. И до этого он говорил с Богом, держа жезл в руках. Бог устал от него и говорит, «А что это у тебя в руках? Посмотри, это? Да вообще-то ничего особенного. Обычная палка. Это самый обычный жезл. Я возьму эту обычную вещь и буду ее использовать». И сегодня Бог спрашивает вас, «А что это у вас в руках?» У него два вопроса. Но первый, «Что у вас в руках?» Давайте поговорим о том, «Что же у вас в руках?» Возможно, вы даже не знаете, потому что эта вещь все время была в ваших руках. Поэтому мне нужно помочь вам осознать, что у вас в руках. Во-первых, отношения. В ваших руках отношения. Послушайте, когда пастор попросил меня учить на эту тему, я сразу же посмотрел на себя и подумал, «Я не смогу это сделать». А Бог спросил, «А что у тебя в руках?» Я подумал и ответил, «Люди». Бог сказал, «Тогда дай им делать то, что они могут». Сара вела сегодня прославление и подошла ко мне с вопросом. Я ответил, «Ты этим занимаешься, и я в тебя верю». Иди и делай. Ты то, что есть в моих руках. Бог дал мне эти взаимоотношения, чтобы совершить то, что он хочет сделать. И еще кое-что. Мужья, вы так давно живете со своими женами. Жены, вы так давно живете со своими мужьями, что забыли, что они это то, что есть в ваших руках. Родители, ваши дети так давно с вами, что вы забыли, что это то, что есть в ваших руках. Вы так долго дружите с какими-то людьми, что забыли, что Бог дал вам этих людей. Да, это выглядит обычным. Как сказал Марк Твен, фамильярность порождает презрение. Это означает, что мы пренебрегаем силой того, что есть в наших руках. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом по местной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас. Редактор субтитров Корректор А.Егорова